Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 ноября, день Космы. Почитается память двух братьев по имени Таман и Косма, Демьян и Кузьма. Они известны как святые чудотворцы-бессеребренники 3-4 веков. Братья рано остались без отца. Их воспитанием занималась мать святая Феодотия. Став взрослыми, братья обучились врачебному искусству. За то, что они вели правильный образ жизни, Господь наградил их даром исцеления больных и немощных. За исцеление братья никогда не брали денег, за что их прозвали бессеребренниками. В народе этот день называли курятником, переводили птицу в теплые помещения, а слабых резали. Всю неделю блюда из курятины должны быть на столе. Это обещало счастье и удачу в делах. Отправляли сегодня куриные именины. Богатые родственники отправляли бедным родственникам кур в подарок. Кур, подаренных сегодня, называли челобитными. За ними особенно хорошо ухаживали, чтобы птица была здоровой. Их запрещалось убивать. Считалось, что яйца, снесенные такой курицей, будут лечебны. Также занимались вязанием теплых вещей на зиму. Демьяна и Кузьму в народе считали покровителем ремесел, брака и семейного очага. Как правило, осенние кузьминки совпадали со свадебной порой. Незамужние девки сегодня приглашали парней, приготовив им различные угощения. И такие гуляния могли длиться до самого утра. В некоторых областях сегодня чествовали дворового. Это младший брат домового. Его надо было задобрить и накормить кашей из пшеницы. Тогда он не будет пакостить, портить отварь, гонять лошадей и так далее. Приметы. Если сегодня снег пошел, весной половодье будет. Если сегодня мороз слабый, зима наступит не скоро. Дорога в грязи, значит морозов не будет до середины зимы. На реках лед, мороз продержится до весны. Если снится сон в ночь на 14 ноября, это вещий сон. Если сегодня на ум приходит необычная и странная мысль, это к переменам в жизни. Потому что вещества экстрактивные выварились, и получается один только белок. А вот это вот, как бы сказать, смака и нету, который вкус дает. Да, так и есть, конечно. Все-таки, ну вообще, отварная пища, она более специфичная. Значит, лучше всего либо поджарить, либо его сделать, потушить. Потушить, да, можно на гриле. Ну, как бы это зависит от ситуации, как кому больше нравится и какие возможности кухни, естественно, позволяют. Вот. Но жареное мясо, повторюсь, вот с точки зрения именно тех наших зрителей, кто хочет стать максимально большим, прекрасный выбор. Хорошо. А с чем его вот? С крупой, с овощами? Вот, Геннадий Петрович, единого как бы рецепта быть не может. Ну, в принципе, как во всем, что касается кулинарии. Потому что, если мы обратимся, вот у нас сейчас очень принято чуть-чуть кивать на американцев. У них уже большая, так сказать, сложившаяся культура питания именно в области здорового образа жизни, а не именно стонации, которые то, если вы помните, с холестерином, морозом, то, соответственно, они вот мускулатуру набирают. И у них это прежде всего рис. Рис. В наших российских условиях, когда у нас есть такой прекрасный продукт, как гречка, вот я, например, предпочитаю гречневую кашу. Ну, она и, на мой взгляд, субъективный вкус, она вкуснее. Она, ну, ничем не менее полезна, а в чем-то, что касается, например, витаминов группы В, даже более полезна, чем рис. И мне кажется, что на гарнир лучше все-таки выбирать ее. Хотя, повторюсь, это вопрос, конечно, субъективных предпочтений. И если мы говорим, например, про завтрак, то на завтрак я вот, например, каждое утро ем овсянку. Вот. Ну, вот так мы когда говорим, да, что овсянка – это порез. Ну, это все мы знаем, да. Все мы читаем какие-то рецепты. Но обычно никто же не задумывается, а что в ней такого порезного, что ее выделяет из других гарниров. Из лаков, да? Да, из других лаков, совершенно верно. А на самом деле она же содержит замечательный такой, как это сказали бы медики, полисахарид, ну, то есть углевод, бета-глюкан. А еще в... И что он делает, этот бета-глюкан? Он нормализует именно наш уровень холестерина в организме. Это, насколько я знаю, это единственный из природных, соответственно, углеводов, кто действительно нормализует вот тот самый уровень плохого холестерина, с которым все, ну, пытаются каким-то образом бороться, контролировать его. Ну, и это все отбили. И теперь что? Надо маслица туда добавить на сковородочку. Ну, причем, Геннадий Петрович, хочу подметить, что у вас очень правильный, очень грамотный выбор масла. То есть вот сейчас, ну, идут самые разные диспуты о том, что, дескать, оливковое масло полезнее, чем подсолнечное. Или, там, например, льяное масло еще полезнее. Но принципиальные моменты, вот я вижу, что у вас оно как раз нерафинированное. А вот это намного важнее, чем выбор непосредственного сорта масла или из чего оно сделано. Вот это, конечно, очень интересно сказать. Но я хочу сказать следующее подчеркнутое особенности. Если масло нерафинированное, его лучше, оказывается, используют в салатах. Она даст больше пользы. А вот если масло используют для жарки, нерафинированное масло имеет больше вот этих вот различных веществ, которые при жарке начинают разрушаться и дают те или иные там, будем говорить, вещества. Здесь тогда более очищенное масло лучше использовать. Вот такие нюансики есть. И мне очень понравилось, Михаил, когда вот рассказывал о крупах, вот действительно, крупы вроде бы не все одинаковые, а что там, там, ну, там имеется углевод сложный и пожалуйста. Вот, как раз добавляем и маслица совсем немного, Геннадий Петрович, у нас получится с вами прямо вот настоящее здоровое питание. Когда рис используется, он действительно, он упитывает, то есть он дает, ну, и массу, от него там и жирочек. Ощущение сытости он дает. Ощущение сытости он хорошо. Если мы используем овсяную крупу, вот более ценную, то вот она больше дает силы. Вот не зря лошади ее едят и становятся такие вот сильные, будем смотреть, лошади, да. А, допустим, вот гречка, гречка, это великолепный продукт. Ага, ложим сюда ее. Вот так вот. Какие все-таки роскошные кусочки мяса получаются. Я думаю, мы положим только три. Хорошо, три. И будет как раз очень красиво, питательно и, я уверен, в дальнейшем вкусно. А если мы используем гречку, она, как бы сказать, еще даст и, вот она способствует тому, что обладает большими способностями к кроветворению. То есть вот отсутствие там, ну, недостаточно гемоглобина, гречечку кушаем, значит, с ним будет лучше всего вырабатываться. И, ну, хочется, знаете, еще такую интересную вот вещь сказать. Вот действительно, мясо-то, оно тоже способствует кроветворению, да? Да, конечно. И наш организм, оказывается, он развивается с костного мозга. То есть там вырабатывается кровь. И кровь, если она полноценная, а для того, чтобы она была полноценной, естественно, мясо должно быть. Вот, строится весь организм. Ну, еще интересная вещь. Вот почему мы все-таки, как бы сказать, делаем акцент на физических упражнениях, причем силовых. Дело в том, что физические упражнения, силовая направленность, они способствуются тому, что за счет волевого усилия, которое идет изнутри наружу, понимаете, мы струим тело и даем импульс на обновление. Потому что, как бы сказать, вот художник, ну, грубо говоря, нарисовал что-то, да? Она запылилась. А надо, фу, дунуть, чтобы это прорисовалось, да? Опять запылилась, фу, дунули, это самое. И волевая сила такая, эц, напряглись мы. Она такая, хоп, и стерла различные там все эти там такие, ну, ненормальности, которые есть. И обновила. Опять тренировочка, раз. То есть, должно быть и питание, и физическая нагрузка для того, чтобы наша жизнь была полноценной. Что мы делаем? Нет, мы не нажимаем. А, давайте возьмем лопатку. Да, лопатка. А где наша лопатка? Так, лопатка у нас, вот она. Миша. Так. Вообще, я хочу сказать, что замечательное все-таки мясо. Так оно уже аппетитно выглядит. А вот стоит ли его прожаривать до конца, чтобы оно и в середине было? Или стоит немножечко оставлять, и чтобы середина как бы сыроватая была? Ну, я думаю, что Геннадий Онищенко сказал бы, что все-таки надо иметь всегда мясо хорошей прожарки. Но мне лично больше нравится с кровью. Скажу честно. Да. Мне нравится больше с кровью. То есть, там остаются ферменты, которые способствуются тому, что они сразу же начинают и пищеварение, и добавляют как-то силу. Да. Вообще, Геннадий Петрович, вы очень хорошие всегда примеры приводите. И, конечно, вот когда мы говорим про физические тренировки, ну, не обязательно про силовой тренировки, просто про какую-то физическую активность. То есть, мы же запускаем все наши внутренние процессы, все гормональные процессы, вообще активируем наш обмен веществ, который в противном случае измеряется. И вот как раз обновление, про которое вы говорили, естественно, не происходит. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очистительных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok